В этом видео я покажу, как я сделала русскую ярость. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Всем привет! Вы на канале Даша Могглс. И сегодня будет долгожданная серия по окраске этого танка, Шермана. Да, я знаю, что прошло очень много времени. Но что ж, всё равно надо его покрасить. Мне это даже очень интересно. Оформив предзаказ в Я-моделисте на Тайфун от Звезды, вы автоматически получаете допуск к конкурсу Тайфун за 80 дней. Тебя ждёт увлекательное соревнование. А главное, что организаторы предусмотрели несколько категорий участников. Для новичков там вообще классные условия. Плюс в течение всего конкурса будет работать поддержка в Телеграм-канале, где будет возможность обсуждать не только саму сборку, но и получить консультацию по сложностям, возникающим в процессе. Заходи к ребятам в ВК и принимай участие. Ой, и чуть не забыла о самом главном, что подарки – это денежные сертификаты на 15, 10 и 7 тысяч рублей. Итак, поехали. Начну работу с того, что в прошлом выпуске я не зачистила литьевой шов на башне, так что это надо исправить. Кстати, скажу сразу, что исправила я его не до конца. И заклею малярным скотчем смотровые приборы, чтобы после итоговой окраски снять скотч и получить чистые триплексы. Также я хочу попробовать изобразить фактуру литья на башне. Делать я это буду при помощи клея и зубной щетки. Наношу клей кисточкой на башню. Даю ему немного впитаться и тыкаю зубной щеткой. Только не вздумайте после этого ей пользоваться по назначению. Теперь время грунта – это особенно важный момент, ведь страки, ствол главного калибра, стволы пулеметов выполнены из металла, а на металл краска ложится плохо. После грунта делаю черным цветом от пасифик затемнение в местах, где по логике должны быть тени. Многие писали в комментариях, что это танк из фильма «Ярость с Брэдом Питтом». Это и да, и нет. Действительно, фильм увековечил в мировой культуре легендарный танк Шерман. Но Брэд Питт командует несколько другой версии Шермана. У него другая подвеска, другая пушка, и это видно по характерному дульному тормозу. Сам фильм примечателен тем, что в нем снялся единственный в мире экземпляр танка «Тигр на ходу». Правда, в фильме его экипаж был не самый разумный. Им надо было стрелять по первому танку в колонне, а в нем сидел сам Брэд Питт, так что, видимо, нельзя. А делать я буду русскую версию «Ярости». Это полностью вымышленный танк, такого не было в реальной жизни. Я воспринимаю моделизм как вид искусства, поэтому могу позволить себе немножко похулиганить и отойти от классических канонов. Многие в нашей стране отзываются об этом танке не в самом лучшем свете, хотя по боевым качествам он не сильно отличается от нашего танка Т-34. Но согласитесь, что в атаку лучше идти при поддержке танков «Шерман», чем без поддержки вообще. Вы ведь только подумайте, насколько 3600 танков, добравшихся до СССР, приблизили победу. Сколько сэкономили жизней. Так что «Шерман» – один из полноценных творцов победы. Этот неказистый танчик успел повоевать и на островах Тихого океана, и в песках Африки, и в лесах Белоруссии, а также на полях Нормандии, и даже на Ближнем Востоке, но уже после войны. Танки «Шерман», поступающие по Ленглизу, хорошо были приняты нашими танкистами. Как и многие боевые машины, этот танк сразу же получил прозвище. Его звали и Бронтозавр, и Горбач, и Майский Жук, но чаще всего эту машину называли МЧА, по первым числам армейского индекса обозначения этого танка М4А2. Гусеницы окрашиваю смесью черной и бурой краски от Pacific в пропорции примерно 70 на 30. Смешиваю их прямо в аэрографе и просто задуваю траки получившимся цветом. Настал черед основного цвета. В качестве базы я возьму тот цвет, который Arma положила в коробку вместе с другими плюшками. Это акрил Olive Drop от фирмы Amomig. В целом, краска Atomom мне понравилась, и цвет для американской техники я считаю идеальным. При нанесении базы очень важный момент – это не закрыть затемнение, которое я сделала на предыдущем этапе. Тени должны проглядывать сквозь Olive Drop. На модели в 35 масштабе это сделать в разы проще, нежели в 7 сторон. А как у меня получилось окрасить модель в маленьком 7 сторон масштабе, смотрите видео у меня на канале про Фердинанд или Першинг. Ссылочки будут в описании. Теперь в базовый Olive Drop добавлю немного светлого хаки. Это тоже акрил и тоже от Amomig. Таким образом я получила оттенок для высветлений. Я не очень советую добавлять в базу белый цвет для высветлений, потому что цвет получится немного неестественный. Но если у вас нет светлого хаки, то можно добавить немного желтого. Я не очень люблю школу Мигеля Химминеса с его агрессивной цветовой модуляцией. Как мне кажется, результат не очень естественный у него. Хотя моделизм в моем видении – это искусство, и каждый художник видит по-своему. Я же за основу беру тот факт, допустим, прямо над танком есть источник света, например, солнца. И таким образом на освещенные верхние поверхности и наношу эти высветления. Дмитрий Федорович Лоза утверждает, что этот танк имеет русские корни, так как один из конструкторов этого танка был русский инженер Тимошенко. Не стоит сравнивать его с нашей легендарной Т-34-кой. При встрече танкистов, воюющих на Т-34 и Шерманах, обе стороны начинали хвалить достоинства своих машин. Ведь все танки имеют свои достоинства и недостатки. Для легкой коррекции цвета я применяю желтый фильтр от фирмы Pacific, так как мне показалось, что модель получилась слишком темной. И наношу его тонким слоем из аэрографа. Если вас устраивает тот оттенок, который получился, то этот шаг можно и пропустить. Окрашу шанцевый инструмент. В комментариях к промежуточным результатам, которые я публиковала в инстаграм и вк, мне писали, что шанцевый инструмент не надо окрашивать. Но мне кажется, что окрашенный инструмент добавит модели более интересного цветового разнообразия и повысит интересность модели. Я окрашу черенки в деревянный цвет, а металлические части в черный. Матовым черным цветом окрашу резиновые бандажи катков. Катков тут очень много и работа мне сложнее тот факт, что они еще и крутятся. Так что мне их приходится и придерживать. Ставлю на свои места шанцевый инструмент. При окраске шанцевого инструмента я совершила ошибку. Я думала, что это лом и окрасила его в черный цвет. А потом я поняла, что это черенок от кирки. Что ж, придется исправлять косяк. Ну и окрашу в черный цвет курсовой, спаренной и зенитной пулеметы. Светло-зеленым, слегка переходящим в желтый, окрашиваю, а точнее сухой кистью провожусь по выступающим частям машины. Цвет должен быть на 2 тона светлее того, которым я высветляла базовый цвет несколько шагов назад. Особое внимание уделяю граням машины и мелким выступающим элементам. Настал черед декалей. За основу я возьму машину номер 152, которая воевала на белорусском направлении. Ее номер обрамлен характерным белым треугольником. И что самое интересное, этот треугольник классно разнообразит цветовую монотонность бортов машины. Декали просто перевожу при помощи теплой воды. Кстати, перед нанесением декалей я покрыла модель глянцевым лаком от фирмы Pacific. На глянцевую поверхность декаль проще наносить и позиционировать. Настал черед смывки. Я буду использовать черную от Pacific. Тут все просто наношу ее в углубление, а излишки смываю уайтспиритом. А теперь немножко о Шерманах в Советском Союзе. Почему-то американские танкисты называли этот танк бензиновой зажигалкой. Хотя среди советских танкистов не встречается упоминаний о том, что этот танк обладал какой-то повышенной пожароопасностью. Возможно, потому что эти танки шли в СССР с дизельными двигателями. А возможно и потому, что горели все танки. И советские, и немецкие, и американские. Советские танкисты, воевавшие на этих танках, отзываются о нем в большинстве своем очень лестно. Сравнивать, кто был лучше забронирован, Т-34 или Шерман, нет смысла. Немецкие «Тигры» и «Пантеры» успешно поражали оба танка на больших дистанциях. Многим танкистам нравилась броня Шермана за хорошую вязкость. При рикошетах снарядов вязкая броня не давала вторичных осколков в виде отколовшейся брони, которая могла привести к гибели или тяжелым ранениям экипажа, а также вывести из строя оборудование танка. Замечено было, что в случае пожара танка его снаряды меньше подвержены детонации, чем наши снаряды, и это давало танкистам больше шансов на выживание. А теперь я наношу сколы. Я не очень хочу делать танк поюзанным, но сколы всегда придают шарм моделям. Поэтому я совсем немного и максимально аккуратно при помощи кусочка от губки и темно-коричневой краски наношу сколы. Предварительно перед приемом масляной точки я покрыла модель матовым лаком, но совсем чуть-чуть. Немного отблеска надо оставить. А масляные точки я использую привычным мне способом. Сверху больше светлых оттенков зеленого и белого, а ниже темно-зеленые, серые и коричневые. Продолжу свой рассказ. Танкист Лоза в своих воспоминаниях сообщает, что он не помнит случая за всю войну в его батальоне, когда бы в танке взрывался боезапас. Он это объяснил тем, что во взрывчатое вещество нашего снаряда добавлялся компонент, усиливающий его взрывную силу, но и одновременно повышающий его взрывоопасность. Конечно, на шерманах боеукладка взрывалась реже, но полностью этого нельзя было исключить. По своему вооружению этот танк практически не уступал нашей Т-34, хотя некоторые танкисты говорят, что по огневой мощи Т-34-85 был лучше. Если первые танки, поступившие в СССР, имели 75-мм орудие, то впоследствии стали поступать орудия, вооруженные длинноствольной 76-мм пушкой. Ценили наши танкисты и оптику этого танка, которая была превосходной для своего времени. Механики-водители отмечали, что эта машина очень легкая в управлении. На ней намного проще было выдерживать многокилометровые марши, чем на наших боевых машинах. Водители танков меньше уставали, а в 1944-45-х годах наши танки были в постоянном движении. Радиосвязь на танке считалась великолепной. В нем имелось две радиостанции, одна из которых была необходима для связи внутри подразделения, а другая для связи со старшим начальством. Танкисты нередко делились радиостанциями, снятыми с подбитых танков, с другими подразделениями, артиллеристами, танкистами, не имеющих такого качественного средства связи. Конечно, сложно причислить к боевым достоинствам то, что внутри танка был тщательно выкрашен, но танкистам это очень нравилось. Еще у танка были удобные сиденья с прекрасным кожезаменителем. Танк ни на секунду нельзя было оставить без присмотра, стоило экипажу зазеваться, как пехота срезала всю обшивку сиденья с танка и делала из нее отличные сапоги. Шерман почти готов, и в качестве изюминки я хочу нанести на ствол личное имя танка Ярость. Да, именно по-русски, ведь я строю советский вариант Шермана, а надпись Ярость это прямая отсылка к уже легендарному танку. Кстати, напишите в комментариях, какие вы еще припомните культовые танки из художественных фильмов. Мне вот, например, кроме Ярости, вспоминается еще и Белый Тигр из одноименного фильма, а также Т-34 Руди из сериала «Четыре танкиста и собака». Окрашиваю антенну в черный цвет и окрашиваю задние огни в красный. Ставлю остекление фар. Осталось совсем немного. Беру стальной пигмент от МИК и наношу его на пальчик. И прям пальцем провожусь по тракам и граням машины, делая ее более стальной, что ли, поверхностью. Можно использовать также и мягкий грифель карандаша. А еще танк в обязательном порядке комплектовался спиртовой печкой для подогрева продуктов питания, что танкистам очень нравилось. Конечно, этот танк имел и ряд недостатков. Резинометаллическая гусеница обладала плохим сцеплением с обледенелой поверхностью. Этот ее недостаток был решен тем, что в следующих партиях с танком шли специальные шпоры грунтозацепа, которые в случае необходимости можно было бы быстро установить на машину. Был случай во время ясца-кишиневской операции, когда во время длительного марша в силу 30-ти градусной жары не выдержали резиновые бандажи на катках и целый корпус остановился во время марша. Запасные части были немедленно доставлены самолетами и три дня ушло на устранение этой неисправности. В отличие от британских танков, таких как Черчилль или Матильда, которые наши танкисты недолюбливали и называли их каракатицами, этот танк пришелся ко двору, и многие танкисты, воевавшие на нем, вспоминают о нем с любовью. Вот такой у меня получился Шерман. Шерман советский. Или я даже сказала бы, что красная ярость. Напишите в комментариях, как он вам. Мне результат работы очень нравится. А скоро именно этот Шерман пойдет на диораму. Постройку диорамы я, естественно, буду освещать на канале. Так что не пропускайте новые серии и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.